Здравствуйте, уважаемый зритель канала Ремонт Рено! Сегодня мы хотим поговорить опять о Мегане Втором и о его такой достаточно распространенной и приятной болячке. Болячке, да, это скрипы подвески. Именно скрипы, а не стуки. Скрипы в первую очередь могут издавать втулки-стабилизаторы. Это достаточно известный факт. То есть сами втулки-стабилизаторы. Затем очень важно посмотреть, насколько близко у нас задний подрамник от переднего. Мы видим, что вот здесь вот болт укрепления рычага, он длинный идет. И он практически вплотную с подрамником, с передним. Если посмотреть на передний подрамник, можно увидеть, что болт об него задевает. То есть на кочках задний подрамник у нас стоит, так как на соленблоках, он у нас движется. А передний жестко закреплен на кузове. Поэтому он неподвижный. И получается, металл об металл задевает и тоже будет издавать скрип. Также здесь еще должны присутствовать направляющие, которые тут уже спилены. То есть на этом подрамнике такие штыри стоят для удобства одевания заднего подрамника. Они тоже бывают, задевают об этот подрамник. То есть по большей части скрипы идут у нас вот именно из этого места. Тоже бывает. И еще хотим отметить про кольцо глушителя. Но у нас в данном случае другой тип. То есть у нас на трех болтах крепится. А бывает, когда на двух. С шестого года пошло на двух. И там графитовое кольцо между приемной трубой и выпускным коллектором. Оно скрипит. Тоже надо потрясти. И будет слышен скрип. Так вот, по поводу скрипов. Чтобы устранить скрипы соприкасания подрамников, достаточно их просто развести друг от друга. Вот мы видим, что у нас сейчас расстояние здесь увеличилось. То есть мы отпустили болты крепления заднего подрамника. Вот один, второй. Ну и естественно с этой стороны так же. И обязательно отпустить нужные болты крепления переднего подрамника. То есть вот у нас один болт на 18. Вот здесь вот у нас под этим кожухом стоит планка. То есть тут два нижних. Снизу два болта на 13. Она тоже держит этот подрамник. Все это отпускаем. После чего раздвигаем монтажкой или чем-нибудь подрамники. И затягиваем их в таком положении. Чтобы убрать скрипы, касающиеся направляющих штырей, их просто можно спилить, как вот в нашем случае. Они нужны для более удобного монтажа вот этого подрамника заднего. То есть он одевается на передний и потом прикручивается. Ну и для скрибов. Вот и все.